ребятушки всем привет с вами я григорий вы на моем youtube канале диплей где мы проходим лучшие игры индустрии на лучшей платформе в мире sony playstation 5 и не только сегодня у нас видео будет посвящено другой моей любимой консоли которая называется sony playstation 3 у меня версия super slim купила ее два месяца назад попользовался составил много такого интересного впечатления и желаю этим всем своим опытом впечатлением поделиться с вами для этого я сделал набросок из 10 пунктов вот почему купил характеристик интересных фактов до пунктов стоит ли покупать в двадцать втором году вот эту консоль и так будет интересно чаек заваривайте я себе кофейка уже сделал ваше здоровье с наступающим новым годом и погнали будет интересно включаем включается консоль быстро так давайте имеют вот такую приятную музыку во время включения вот приду пишет предупреждение про эпилепсию вот интерфейс просто молниеносный давайте поклац и вот эти вот звуки вот этот вот геймпад те у кого была playstation 3 или те кто не являлся и обладателем но хотя бы видел какие-то обзоры в интернете которых полным полно один мой будет среди них и я думаю будет много чем отличаться давайте начнем с того что продемонстрирую насколько шикарно быстро тут работает интерфейс он называется xmb cross media bar потому что тут как бы все вот крик крестом идет вот это очень удобно такой же интерфейс был на пи спи вот интерфейс просто летает сумасшедшая скорость подключена playstation 3 super slim к моему телевизору это 4к 50 дюймов когда вы будете смотреть вот этот ролик вам может показаться что он небольшой как бы ну телевизор телевизор но самом деле ребят он огромный особенно если сидеть вот так вот практически в притык он огромный смотрите есть стол вот да и он занимает ровно от начала стола до конца это гигантская диагональ и рядом там у вас камера должна за 5 playstation захватывать мои два монитора они оба по 22 дюймов принципе 22 дюйма это хватает для игр хватает для работы но вы просто посмотрите на 22 дюйма и 50 просто колоссальная разница вот и тем не менее что 4к 50 дюймов playstation 3 железо в которой 2006 года все равно играть приятно то есть все выглядит адекватно вот такое небольшое вступление и погнали давайте первый пункт он называется почему я купил playstation 3 в 2021 году даже в конце 2021 в начале 22 смотрите у меня есть playstation 5 эта версия дисководом была куплена примерно полгода назад у перекупов по завышенной цене 820 долларов она мне обошлась на работает все прекрасно никаких нареканий нет до этого у меня была sony playstation 4 слим очка который я купил по моему в конце короче где-то два с половиной года назад я купил playstation 4 slim у меня на нее был обзор была распаковка консоль прослужила мне два года переиграл я во много игр в основном это были эксклюзивы мультиплатформы я играл на пока больше потом уже пока полностью оставил и перешел полностью на playstation 4 slim играл я изначально на мониторе 22 дюйма потом купил к слим очки от 50 дюймов 4k телевизор и играл и все как бы было классно переиграл во все что хотел покупал я в цифре все полностью то есть дисками вообще не пользовался купил все там боги войны uncharted и лары кровь мне тоже понравились хоть это мультиплатформа была что там еще battlefield и 4 battlefield 1 battlefield 5 потом что там эти все call of duty много гонок там гран туризма спорт естественно horizon в комплекте был detroit become him короче вот потом this trending кстати с this trending ам вопрос был уже и с хорайзоном потому что вы знаете вот когда я playstation 4 купил и в первый день я запустил ее на подключенном full hd 22 дюйма мониторе и первая игра которую я запустил это было horizon zero дом и тогда было разочарование потому что даже на 22 дюйма в 1080p horizon выглядел ну мыльно ну то есть графика была хуже чем на моем компьютере в то время это было небольшое такое разочарование но ничего страшного потом когда я обзавелся от этим 4k телевизором и купил дэс трендинг там начались уже вопросы вот конкретно на playstation 4 slim дэс трендинг на 4k он выглядел плохо он действительно выглядел очень сернистой у меня марина девушка ссылка на нее в описании канал девушка программиста она в дэс трендинг выбила платину и она при наличии 4k 50 дюймов телевизора она все равно дэс трендинг тогда играла на full hd мониторе потому что на full hd мониторе было меньше видно вот этих артефактов а на 4k уже slim очка она выдавала плохую картинку как мне казалось на то время там было мыло там была зернистость была проблема с цветами потому что там интерполяция идет то есть картинка 1080p она тянется до 4k и из-за этого она становится более такой темный но неприятный то есть у нас были проблемы но тем не менее playstation 4 slim до сих пор актуальная консоль еще года 2 я думаю будут на нее игрушки выходить это классная дешевая консоль вот она стоит как новая gtx 1050 ti да только на 1050 я это не сможешь поиграть прям во все ну это low-end сегмент а playstation 4 slim кое-как там с мальцом но позволит играть во все игры которые выходят включая вот эти эксклюзивы будущие предыдущие год of war новый horizon новый и так далее вот и короче когда я наигрался два года с playstation 4 я купил себе я ее продал брату очень дешево дал доступ к аккаунту это уже рассказывал по моему прошлых видосах по себе купил в тот момент playstation 5 подключил разница в графике очень большая она колоссальная это тоже есть в обзоре на канале на 4k телевизоре выглядит все бомба новые игрушки большинство из них идет в динамическом 4k выглядят они очень-очень круто некоторые старые игры такие как god of war и horizon и the stranding и гостов тушима они получили там апдейты под пятую плойку либо же они работают в режиме совместимости по как playstation 4 pro то есть в любом случае когда я со снимки четверки перешел на пятерку я получил огромный апгрейд по уровню картинки то есть она стала практически везде 4k а много где даже 60 fps то есть это классно я поиграл все что хотел там все вот эти последние тайтлы которые выходили я наигрался все классно понял что я хочу там каких-то новых игр новой части гран-туризма пока что нет нового бога войны пока что нет нового хорайзена тоже нету и вот есть пятая плойка все классно садишься играешь я вам более ста часов наиграл в ассасин крит вальгала перед этим купил ассасин крит или после после этого купил ассасин крит одиссея марина кстати в одиссеи платину ребят выбила тоже потом купил ассасин крит оригинс то есть истоки также фар края все вот эти купил кроме шестого вот поиграл то есть все все слишком просто хочешь играть включаешь 5 playstation 4k сидишь играешь ssd супер быстрые загрузки все классно интерфейс не лагает все все слишком просто хочется чего-то нового чего-то интересного и вот я вспомнил что на рынке существует такая консоль как playstation 3 я с ней знаком еще 10 лет назад был когда работал продавцом консолей продавцом игры и аксессуаров таких супер слима я не знаю ну штук наверное больше десяти я тогда продал за один год работы xbox а 360 продал не знаю может штук 30 мне кажется вот игр много продавал но с этой консоли я знаком многие игры я тогда на ней тестировал магазине она мне нравилась в то время и но у меня лично никогда не было playstation 3 а всегда как бы хотелось ее но игры на нее стоили по 60 долларов а в то время 10 лет назад это для меня была вообще неподъемная стоимость то есть но 60 долларов за одну игру тогда казалось просто чем-то невероятно вот ну сейчас 21 год заканчивается от начала там 22 и вот повторюсь два месяца назад я купил playstation 3 super slim для того вот причина для того чтобы поиграть пройти все старые эксклюзивы и другие какие-то тайтлы которые мне лично очень интересны но которых на playstation 4 и playstation 5 не существует игры тем не менее что они старые и консоль старая и это даже не прошлое позапрошлое поколение игры сами по себе очень крутые потому что от эти донатные помойки вот этот бесячий онлайн она у меня достала я не люблю такие игры я не люблю такие игры как фортнайт battlefield последний говно call of duty последние вот эти говно спортивные игры я не играю в основном все что выходит оно как-то ориентируется то ли на мультиплеер то ли на как ассасины вот эти вот вальгала да тебе за full price и дают кусочек игры ты проходишь но ты страдаешь тебе нужно вкинуть доната чтобы получить ускоритель прокачки потом тебе нужно докупить дополнение чтобы по игра казалась полноценной потом там еще что-то еще и ты постоянно вот получаешь какую-то вот неполноценную игру раньше игры были не такими то есть у меня есть очень большой список тайтлов которые хочу пройти на вот этой sony playstation 3 и там все проще там нет доната там нет игр разбитых на много вот этих частей как вот вальгале что ты купил кусочек игры прошел а потом давай за ускорение давай там еще за новые уровни и так далее вот тут все совершенно было по-другому то есть причина я купил для того чтобы пройти такие игры как гран туризма 5 гран туризма 6 killzone 2 killzone 3 резистанс 1 2 3 uncharted я правда проходил уже на 4 playstation я прошел 1 2 4 uncharted 3 я проходить буду на playstation 3 сегодня мы его запустим посмотрим какая туда графика на 4k телевизоре вот полюбуемся вот этим всем то есть причина игры то есть банально игры и еще сама консоль она вызывает какое-то такое душевное тепло купила ее за 3000 гривен купила ее прошитой естественно также я сносил прошивку ставил официальную потом опять прошивал то есть очень много всего по этому поводу так же вам расскажу вот что еще интересного по ней давайте перейдем ко второму пункту который называется характеристики я это вот обожаю когда я продавал station 3 слинки супер слинки в магазине там еще 10 лет назад и это мне вот дико нравилось потому что всегда стоял xbox 360 и playstation 3 когда люди приходили я им рассказывал и про ту консоль и про ту консоль но playstation 3 я любил больше я рассказывал она имеет давайте по характеристикам быстро пробежимся вы наверное все так уже в курсе но давайте вкратце повторю она имеет железо 2006 года то есть мощность 2006 года когда выходили слинки супер слинки там уменьшался техпроцесс то есть изначально техпроцесс был там 90 нанометров а потом он дошел по-моему до 45 нанометров если вам это ни о чем не говорит то просто считайте что вышел процессор он имел там одну определенную мощность с годами мощность не менялась но он уменьшался грубо говоря в размерах меньше кушал электричество меньше грелся то есть но консоль как бы была более долгоживущей да когда фатка превратилась там слинку кое-что там по убирали с нее но не суть важные игры работают одинаково сейчас для третьей плоти везде то есть смотрите по железу она имеет восьмиядерный процессор силовский который был разработан тошиба сони айбем вот этим альянсом вот он начал разрабатываться этот процессор где-то в 2001 по моему да где-то в 2001 началась разработка то есть когда вышла уже playstation 2 уже sony с тошибой и бен они работали над железом для playstation 3 и вот этот процессор разрабатывали где-то от 5 лет селовский процессор риск архитектура сумасшедшая вычислительная мощность на то время восемь ядер когда я вам говорю это не значит что восемь одинаковых ядер как у нас сейчас с вами там в пока там было одно большое ядро и были дополнительные ядра и среди вот этих дополнительных ядер одно было выключено ну так как иногда оно получалось бракованным и чтобы удешевить производство сделали то что одно ядро из вот этих маленьких оно было всегда заблокировано а еще одно маленькое ядро она контролировала работу остальных ядер вот но архитектура была интересная процессор был очень мощный многие там закупали вот эти playstation не для игр а строили на них суперкомпьютеры можно сказать для каких-то там вычислений физики космоса там молекул и так далее то есть это был это на то время была супер мощная консоль также она имела узкое место это количество оперативной памяти оперативной память тут используется типа по-моему xdr 256 мегабайт и частота оперативной памяти равна частоте процессора то есть тут восемь ядер на частоте 3 2 гигагерца и 256 мегабайт ребят не гигабайт 256 мегабайт это в четыре раза меньше чем 1 гигабайт тут используется память от рамбус на частоте 3 2 гигагерца это просто какое-то сумасшествие ребят у меня стоит 32 гигабайта в моем пока на зо там частота 3 200 так она у меня появилась это ddr 4 память она появилась у меня только в двадцать первом году с частотой 3 200 а в playstation с частотой 3 200 оперативная память работала еще в 2006 году 15 лет назад просто не верю о чем я говорю представляете 8 ядер 256 гигабайт 256 мегабайт оперативы и также тут стоит видео чип он называется rsx reality синтезать серل по-моему так от компании nvidia который имеет тоже 256 мегабайт видео памяти типа g gddr3 но на то время вот это что то такое обычное было вот так же консоль, лично моя, на данный момент работает с SSD, тут стоит SSD на 120 гигабайт, и сначально я думал, что это будет за глаза, но на самом деле этого очень мало, нужно ставить SSD-шник побольше, хотя бы там гигабайт на 500, чтобы все было вот поинтереснее. Вот, по характеристикам так, мы прошлись, переключаемся на третий пункт, он очень короткий, он называется Интересные факты про PlayStation 3 Super Slim. Смотрите, когда у меня была четверка, пятерка, я любил экспериментировать, я любил что-то там поделать с этими консолями, и получается, вот я подключал к четвертой, к пятой PlayStation различные аксессуары, то есть были некоторые игры, которые даже на консолях поддерживали управление клавятурой и мышкой, то есть я подключал обычную ПК клавитуру, ПК-мышь, и играл там в игры а-ля Warzone, Fortnite тестировал, все это работало, все это было как бы, ну, прикольно. Потом, что еще было интересное, вот PlayStation 3 меня поразило касательно работы с аксессуарами, потому что когда я к пятой PlayStation подключал обычную веб-камеру с ПК, то есть Logitech, PlayStation 5 не видит ее, не распознает как веб-камеру, она распознает ее просто как микрофон, но когда обычную веб-ку подключить к PlayStation 3, я просто подключил, я думал, ничего не произойдет, она распознает ее как полноценную веб-камеру, то есть там она ловит звук, она показывает изображение, и это все работает, то есть представьте, обычные веб-ки не работают на пятой PlayStation, но работают на третьей PlayStation, точно так же я подключал обычную ПК-клавитуру, мышь к третьей PlayStation, и точно так же я работал, все работало, я запускал браузер, я с помощью клавиатуры мышки на PlayStation 3 лазил в интернете, вот это мне, ну, весело было, мне было по приколу, вот, то есть PlayStation 3 работает с клавиатурой, с мышью, с обычными веб-камерами, так же, что касается геймпада, это тоже прикольно, на PlayStation 3 работают три геймпада, то есть работает DualShock, третий, работает DualSense, PlayStation 5, и так же я подключал четвертый DualShock к третьей PlayStation, он так же работает, то есть, представляете, то есть, ну, в плане аксессуаров PlayStation 3 поддерживает вот все вот это, к пятерке есть по этому поводу вопросы, но опустим вот это все. Потом, давайте перейдем к четвертому пункту моего видео, он называется прошивка HEN, ее установка, смотрите, стоит у меня HEN, давайте перейдем в настройки системы, люблю я вот этот сокот, видим версия 4.88, это последняя версия ОС официальная вот сайта скачанной Sony, немножко там модифицирована потом, но ничего страшного, и у меня стоит 4881, Cobra Version 801, HEN стоит 303, русский, и пишет, что используется жесткий диск, на самом деле это SSD, стоит на 120 ГБ, из которых доступно 111 ГБ. Купил я, естественно, повторюсь, прошитая эту консоль, потому что у меня есть отдельный ролик, если снести вот эту прошивку, установить просто официальную, зайти в PlayStation Store и посмотреть, сколько стоят игры в данный момент на PlayStation 3 в официальном магазине Sony, который они хотели закрыть, но в итоге не закрыли, то, ребят, лучше поставить HEN, просто не париться с этим всем, лучше деньги кинуть в SSD-шник какой-то большой и просто скачивать игры бесплатно, потому что цены неадекватные, цены часто больше, чем даже на PlayStation 4, на PlayStation 5. Вот, когда я покупал консоль, в ней стоял жесткий диск на 500 гигабайт, то есть обычный HDD, и я просто заменил его на SSD-шник. Дальше, что касается еще вот этого HEN, то есть вот этой прошивки, я сносил, устанавливал заново вот эту всю прошивку, сам разобрался, там сложного ничего в этом нету, но есть пара интересных моментов, что касается вот этой HEN-овской прошивки, она дает много преимуществ касательно стандартной прошивки PlayStation, одно из них это естественно скачивание просто бесплатных игр, можно скачивать игры, это медленно, но можно прямо установить там приложение для PlayStation и напрямую скачивать игры, то есть даже компьютер не нужен, то есть бесплатно есть огромная библиотека игр, я же захожу на торрент, ищу там интересные мне игры, качаю их в образе ISA или качаю в формате PKG закидываю все бросается быстро через FTP то есть ну все все бесплатно то есть это одно из преимуществ ради которого в основном люди прошивают это бесплатные игры все то есть практически вся библиотека доступна бесплатно это раз второе сама по себе PlayStation 3 Super Slim я выбирал конкретно Super Slim так как это последняя модель потому что там меньше техпроцесс то есть она холоднее но тем не менее у нее нормальная температура это где-то 75 градусов то есть если играть надолго то она может доходить до 80 градусов это как бы норма но мне не нравится я привык что у меня пока железо не греется никогда выше 60 65 градусов и поэтому если мы ставим хэновскую прошивку она открывает нам доступ до к управлению кулером и что позволяет увеличить нам скорость кулера тем самым снизив температуры очень сильно то есть смотрите вот включили мы консоль работает она пока что в стоковом режиме вы слышите там какой-то звук гудит она немножко пятерка там рядом также гудит давайте включим хэн и после активации вот этого хэна она станет работать громче сейчас услышим все так есть хэн включен смотрите после того как прошивка у нас запущена мы можем перейти в вебман настройки это я вам показываю второе преимущество прошивки и переходим в CPU RSX видим что на данный момент у меня температура она вверху отображается также отображается здесь CPU 50 градусов RSX 56 градусов это просто простое когда мы запускаем игру у меня консоль по CPU обычно греется тоже в районе до 60 а по RSX это видеочип может греться где-то 62 градуса и даже если я играю 6 часов подряд в какой-то эксклюзив аля God of War все равно 62 и это предел то есть больше она не греется вот в принципе не греется вот и я залочил скорость кулера на 28% потому что по умолчанию она динамическая изначально работает вообще на 20% делается это очень легко давайте вам покажу как управляется то есть мы зашли в настройки и я могу увеличивать сейчас 29% 33 35 правда от 30 выше она начинает гудеть очень сильно смотрите вот давайте на 40 включим будет как пылесос прямо гудеть 40% вот так вот гудит PlayStation ну 40 это как по мне избыточно давайте снизим снизим обратно до 28 28 это конкретно на моей консоли это адекватный показатель который позволяет играть во все игры и получается если бы купить PlayStation 3 сейчас бы уж но не прошитую и играть просто там покупая диски на вторичке она в итоге проживет скорее всего меньше потому что греться она будет 75-80 градусов это как бы норма но все равно чем горячее консоль тем меньше она в итоге скорее всего проживет если мы ставим прошивку то помимо бесплатных игр мы получаем возможность сделать консоль немножко громче но значительно холоднее и вот я ограничил 28% 60 градусов температура максимум 62 и это вот мне нравится я спокоен я уверен что консоль моя проживет еще очень долго так это что касается второго преимущества также есть еще опция нажимаем Select и Start она позволяет нам выводить информацию про свободную память про время игры вверху справа то есть мы можем эту информацию видим RX 6 55 градусов CPU 49 градусов скорость кулера 28% мы можем это не разово смотреть мы можем вот этот оверлей включить зайти в игру и как на ПК мы с вами играем любим там с MSI Afterburner смотреть вот это мониторинг производительности и смотреть там температура как видеокарта нагрелась как процессор точно так же мы можем в любой игре закрепить вот этот оверлей просто нажать им двух клавиш на геймпаде и смотреть и мне это по кайф я люблю играть в какую-то тяжелую игру там которая пхнет например в 60 fps и в 1080p представьте есть 3D красивые игры на PS3 которые идут в 1080p в 60 fps 1080p 60 fps ребят это уровень который часто недостижим был даже PS4 вот так когда я говорю о таких играх одна из них это Gran Turismo 5 Gran Turismo 6 вот это прикольно я не понимаю как они смогли как Polyphony Digital смогли выжать из такой мощности с такого мощного процессора на то время но с такого маленького объема видеопамяти и оперативной памяти то что консоль может выдавать Full HD при 60 fps поэтому даже на 4K телевизоре выглядит картинка примерно как будто бы я играю на PS4 вот то есть у нас третье преимущество это мониторинг температуры вот также есть еще интересный момент можно установить разные файловые менеджеры на PlayStation один из них это Iris Man вот я им пользуюсь много чего там полезного можно делать активировать можно FTP то есть не будем углубляться но есть еще возможность устанавливать сторонние приложения есть например приложение Movian но у меня телевизор Smart TV то есть там есть YouTube там есть разные другие приложения которые позволяют смотреть фильмы но мне конкретно вот этот функционал на PlayStation 3 не нужен но если у кого-то старый телевизор без Smart TV а вы хотите там смотреть или YouTube или фильмы и для этого вы подключаете или компьютер или ноутбук обычно что как бы неудобно то PlayStation 3 может заменить вам какую-то приставку ТВ приставку под старый телевизор смотрите вот зашел я в это приложение захожу я сейчас первый раз в него поменяем язык давайте поставим на русский вот выйдем приложение очень простое то есть разберется даже бабушка по сути она должна будет бабушка зайти в просмотр плагинов тут есть онлайн ТВ потоковое видео музыка и так далее мы выбираем потоковое видео вот так для этого секунду ребят нужно будет подключить интернет зайдем настройки соединения с интернетом у меня интернет был настроен на FTP чтобы игры с компьютером можно было перебрасывать сейчас мы просто подключим мой Wi-Fi простые все легко мне так нравится вот этот минималистический интерфейс вот выбираем беспроводное выбираем сканировать так вот вот сейчас нужно будет ребят ввести пароль от моего Wi-Fi так я пока что это закроем есть едем дальше роутер у меня находится в другой комнате но это не проблема тестируем соединение все интернет работает сейчас возвращаемся в наше приложение вот это Moviant это демонстрирую вам последнее преимущество прошивки PlayStation 3 займет это все наверное минутки две и будем двигаться к следующему пункту так вот мы в Moviant заходим в плагины просмотр доступных плагинов есть YouTube есть Rootracker есть HD резко выбираем допустим HD резко установить вот этот плагин есть Rootr устанавливаем Rootr все вернулись видим вот у нас есть два плагина один это HD резко заходим в HD резко окей и видим список категорий то есть есть горячее обновление сериалов новинки анонсы фильмы давайте зайдем просто в фильмы очень быстро работает не знаю то ли это потому что SSD стоит то ли само по себе приложение легкое у меня есть аналог вот этого приложения на самом телевизоре на Android и оно работает хуже оно работает медленнее чем на PlayStation 3 которая 2006 года блин мощность вот мы листаем мы видим вот эти вот фильмы все тут есть огромная библиотека возрождение какое-то в клетки в клетки рандомные лощина мертвецов нет давайте в клетке нажимаем загружается информация единственное описание на английском но не страшно показывает кто режиссер показывает сразу кто в ролях то есть актеры можно нажать на актеры посмотреть другие фильмы где он снимался очень удобно мы нажимаем на вот этот фильм выбираем качество доступно от 360p до 1080p вот выбираем 1080p когда консоль была подключена по кабелю то проходила к интернету то проходила буквально секунды две и даже в 1080p видео начинало сразу работать то есть Wi-Fi старый роутер находится далеко поэтому мы сейчас ждем секунд 10 вот а так если подключить по кабелю то работает 2 секунды и все фильм можно смотреть перемотка тоже быстро работает вот никаких тормозов нет ничего нету то есть мы просто в онлайне смотрим все фильмы точно так же есть приложение вот RuTor когда мы на него заходим тоже с RuTor подтягиваются фильмы наши зарубежные сериалы и так далее далее выбираем время ведьм например сразу показывается несколько вариантов то есть есть 720p на 4 гигабайта на 8 гигабайт есть 48 гигабайт BD Remax 1080p мы просто нажимаем на любой из них вот нажимаем и у нас начинает скачиваться торрент ну то есть по торренту скачивается вот этот фильм и нам не нужно ждать окончания то есть он буквально чуть-чуть скачался и мы в онлайне то есть как потоковое видео смотрим вот этот фильм опять же когда через кабель подключена консоль то работает это супер быстро а так нужно подождать хотя бы секунд 10 все мы смотрим фильм вот поэтому если у кого-то старый телевизор PlayStation 3 помимо игровой консоли откроет вам доступ к всем фильмам бесплатно вот давайте выйдем приложение называется Movie очень мне понравилось открыл для себя я его не так давно дальше давайте переключимся на шестой пункт моего списка по видео про PlayStation 3 он называется SSD когда консоль у меня была куплена в ней был на 500 гигабайт HDD все работало игр много туда влезло большинство игр работало адекватно но загрузки были невероятно долгими проблема в том что сама прошивка как она вообще работает ты берешь например ISO образ какой-то игры на 5 гигабайт на 15 бросаешь туда в определенную папку потом запускаешь этот ISO образ и консоль как бы думает что в ней стоит диск но на самом деле диска нету и игра работает с твоего винчестера как бы эмулирует привод и сама на себя еще киширует данные и если это жесткий диск то с HDD на HDD головки вращения это прошлый век это работает медленно и загрузки во многих играх были на минуты и это была проблема и когда я установил SSD то все поменялось кардинально во первых например God of War Ascension моя любимая игра на вот эту консоль которую я недавно прошел она работала на HDD ужасно она загружалась очень долго плюс в первых же уровнях нужно было прыгать вниз я прыгаю подо мной не успевают с HDD прогрузиться текстуры заикается звук я падаю в какую-то темную пустоту и все как бы игра крашится когда я установил SSD игра запускается супер быстро ни фриза нету ни заика ни звука вообще никаких проблем с текстурами то есть на SSD она работает супер круто то есть SSD для PlayStation 3 тем более что они сейчас дешевые что PlayStation 3 что SSD оба дешевые то это прям must have то есть это обязательно нужно ставить вот по SSD больше нечего сказать то есть берите объем явно побольше 120 гигабайт потому что был какой-то скачок в плане размера игр то есть раньше игры занимали 5 гигабайт 8 гигабайт 15 гигабайт а потом был скачок резко они стали занимать 40 то есть God of War 3 40 гигабайт God of War Ascension под 40 гигабайт потом что там еще не помню какие-то тоже были тяжелые игры они Last of Us The Last of Us она тоже под 40 гигабайт то есть представляете 40 гигабайт Last of Us 40 гигабайт Бога войны и как бы все SSD на 120 забит если ставить только старые игры там даже Red Dead Redemption он занимал по-моему 8 гигабайт а многие игры по 15 занимали то как бы нормально но если играть прям в новые ну последние игры которые были красивые по 40 гигабайт занимали то 120 явно не хватает этого будет мало Pro SSD закончили давайте во что переходим к седьмому пункту он называется во что я играю на Playstation 3 смотрите давайте продемонстрирую вам список игр которые сейчас установлены это Darksiders 2 мне интересно я люблю слэшеры это Dead Space 3 это Driver San Francisco это Gran Turismo 5 и это Uncharted 3 Illusion Drake это то что установлено последнее а так у меня забит винчестер на 500 гигабайт там очень много разных игр все перетестировал это только последний который я протестировать себе закинул и в принципе поиграть вот собственно в данный момент я прохожу Dead Space ночью на большом телевизоре с выключенным светом это ребят это такой это просто сумасшедший опыт давайте я вам запущу нажимаем мы на эту игру вот консоль думает что у нас установлен диск Dead Space мы нажимаем у нас оно относительно быстро запускается и хоть игра ребят 2008 года вот эта первая часть Dead Space она невероятно крутая тут это жесткий такой хоррор вот тут нет никакого доната нет ничего такого плохого раздражающего это просто вот сингловая игра хорошая ты начинаешь играть и тебя увлекать тебе по барабану что-то графика 2008 года тебе по барабану что-то 720p ну давайте сейчас продемонстрирую сведения телевизора говорит что сейчас 1280 на 720p при 60 герц идет то есть картинка 720p тянется на 4К и тем не менее выглядит корректно идет загрузка трофеев выбираем загрузить игру вот так вот нужно играть в этот в Dead Space то есть я раньше играл перед маленьким монитором с клавиатурой мышкой да в наушниках это классно но когда ты сидишь перед огромным телевизором даже на 3й PlayStation с геймпадом который вот так вот прям трясется в темноте с вот этой гигантской картинкой с выключенным светом это просто другой опыт игра работает в 30 fps но ощущается очень плавно мне прям дискомфортно сидеть настолько близко эта игра мне нравится что когда ты не знаешь куда идти ты нажимаешь правый стиль и она сама как бы строит путь из-за тебя показывает куда идти давайте я попробую сейчас свет выключить интересно как камера это все захватит но может тебе света будет как-то поинтересней вот ребят выключил свет смотрим bedspace немножко пройдемся очень стрёмно свет мерцает так что нам тут сделать нужно это не активно пока что нужно наверное с электричеством порешать где-то должна быть батарейка которую нужно вставить звук в этой игре прям жесть звук такой душащий нагнетающий так не вижу не вижу где это эти штуки по-моему взрываются ладно не будем тратить много времени то есть в целом я вот вам показал как это выглядит это выглядит очень ребят стрёмно включаем свет то есть графика меня вполне ребят устраивает 720p ничего страшного выглядит прекрасно давайте выключим эту игру перейдем еще следующий так так заходим опять в папку игры битспейс протестировали давайте зайдем в гран туризма 5 до этого я играл в гран туризма 6 вчера я играл в гран туризма 5 я ее только установил занимает она 15 гигабайт запускаем она работает в 1080p при 60 fps иногда бывает дроп fps но ничего страшного игра выглядит красиво на железе 2006 года так она обнаружила что есть апдейт качать мы его не будем в полифоне диджитал кстати у кого была playstation 3 и если она у вас была или есть из она с hdd так нужно было бы отрубить интернет зацените скорость загрузки потому что я запускал эту игру 10 лет назад когда работал продавцом 8 октября запускал она ставилась долго она запускалась долго загрузка каждой трассы была войти нет не хочу уходить все было супер долго с ssd проблем нет нажимаем допустим режим gt слушайте давайте выйдем давайте вырубим интернет аккаунта psn у меня тут нету закроется игра однозадачно это консоль оперативы мало не может она сворачивать игру пускать меня в настройки как бы есть такое зацените сейчас насколько быстро с ssd будет загружаться трассы трассы на гран-туризм запускаем гран-туризм график у меня претензий вообще нету сижу мне все нравится в шестой части в сравнении с пятой там асфальт более какой-то четкий как будто бы текстура лучше и освещение получше а пятерка она более мыльный асфальт цвет простой но детализация автомобиля в ней тоже шикарная особенно руль там есть автомобиль первый на котором вы ездите там руль настолько детализирован что по-моему вот этих форза которые вышло там такого сейчас нету такой детализации музыка как всегда такая лайтовая приятная в гран-туризме выбираем заезды аспект выбираем для новичка повторюсь вчера только установил эту часть раньше в шестую играл выбираем первую трассу смотрите загрузка идет nissan silvia honda fit есть нажимаем старт очень быстро грузится все ребят просто колоссально большая колоссальная разница пользуя ссд при том ссд работает повторюсь не на фул спид потому что тут ограничение стоит давайте садимся смотрите я не знаю камера захватит или нет руль тут есть углублений углубления на руле там красные точечки они тут супер детализированы видны так едем едем вибрация очень сильная кстати что мне очень нравится в дуал шоке третьем это вибрация вибрация тут такая сильная как в гимпаде первой playstation в дуал шок 4 вибрация хорошая но она слабее в дуал сенс пятой playstation вибрация она лучше потому что там очень много как будто бы маленьких вибромоторчиков и там все растекается по геймпаду ты это чувствуешь но сама сила вибрации она самая слабая на дуал сенс а вот а дуал шок 3 вибрирует очень страшно когда ты там вылетаешь с трассы или там таранишь кого-то или даже сейчас тормозишь вибрация очень сильная обожаю я вот эту игру повторюсь играл в нее 10 лет назад когда стажировался еще на продавца консолей вот тогда я был стажером тогда у меня был день рождения 8 октября я у парней которые работали продавцами и меня стажировали я попросил установить игран туризм и поиграть так как очень интересно для меня была эта игра но у меня консолей не было и мы установили и ставилось на где-то полчаса это это жесть ну хдд там был 10 лет назад и потом я в эту игру не играл практически 10 лет вчера установил зашел протестировал все работает и вот пишу спустя 10 лет для вас видос и демонстрирую во что я играю на PS3 физика тут попроще намного проще чем в Gran Turismo Sport но в отличие от Gran Turismo Sport тут есть разные крутые трассы я сейчас третий круг доеду я вам покажу трассы классные которые были еще на PS1 в Gran Turismo 2 трассы называлась Deep Forest и эту трассу почему-то вырезали из Gran Turismo Sport что мне не нравится но здесь она была и в Gran Turismo 6 она была и в Gran Turismo 7 которая вот скоро выйдет в 22 году там тоже есть трассы Deep Forest а конкретно в версии Gran Turismo Sport этой трассы нет но трасса красивая там деревья очень так накрывает трассу давайте выйдем сейчас включим Deep Forest так 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 выходим менюшка тоже летает все быстро так трофеи я постоянно получаю в играх трофеи но не могу их подтянуть на свой личный аккаунт сами понимаете почему так поддерживные автомобили тренировка выбираем тренировку ищем среди оригинальных трасс трассу Deep Forest резина спортивная жесткая загрузка опять видос у нас ребят очень длинный но он и рассчитан на тех кто любит или засыпать под видео или просто слушать меня в фоне как подкаст какой-то вот я сам люблю смотреть видео где-то на один час на полтора как фильм есть некоторые каналы на ютубе как вот Дмитрий Бачило я его 10 лет смотрю он про разные железячки снимает и не только видосы в основном у него там по 40 по часу видосы я всегда смотрю мне нравится и вот такой формат где видео 40 минут или час или даже больше он мне нравится те люди которые в инстаграме или в тиктоке сидят и любят 15 секунд видосы и все что там больше 15 секунд они уже осилить не могут они скорее всего даже это видео до этого момента не досмотрели ну и Арию Дерчи это для тех для тех кто любит там целый час сидеть смотрите вот этот трассик почему ее убрали блин она мне так нравилась Гранд Призма 2 тормозим немножко не вписался сейчас будут кроны вот эти деревья смотрите вот Deep Forest Deep Forest глубокий лес переводится на русский вот сейчас вы увидите кусочек трассы вот этот дальше должен быть поймете почему глубокий лес детализация руля тени все классно я кайфую ребят мне нравится музыка физика простенькая много тачек все крутое трассы трассы лагуна Сеха Deep Forest все трассы которые я любил еще с Гранд Призма 21 все тут есть так ушел в занос полетел впереди мой призрак в телефоне Digital на баннерочках классные разработчики 20 лет пилят мою любимую игру Gran Turismo Bosch тоже толковый бренд видите деревья какие классные тени как внутри салона отображаются я еще 10 лет назад как увидел прифигел вот немножко не справился с управлением в этой игре отсутствует вертикальная синхронизация это видно было во время разрыва кадра но это абсолютно не критично игра работает плавно плавнее она идет если включить режим не из кабины а вот так так даже удобнее ездить но я кайфую больше когда катаюсь с видом с кабины вот так и ребятушки смотрим опять на телевизоре 1920 на 1080p 60 герц эта игра работает в Full HD в 60 fps как я не знаю выглядит прекрасно ощущается плавно много трасс много автомобилей одна из любимых игр ради которой точно стоит купить любую playstation потому что Gran Turismo выходила на все playstation обычно по две части на одну playstation вот это во что я играю на 3 playstation вот так выходим из игры загружается наш интерфейс давайте запустим еще Uncharted иллюзии дрейка третья часть скачок в плане графики с первой частью колоссальный я вчера тестировал немножко прошел также я играл в 60 fps на 5 playstation и на 4 на 4 playstation в улучшенную версию вот переизданную уже для playstation 4 но мне как бы ничего не мешает и на тройке в оригинал поиграть точно так же я ставил себе за ластафас на 40 гигабайт я играл опять же на этом 4к 50 дюйма меня все устраивает хорошая графика там обычно 30 fps держится просто кайф даже сейчас даже в начале 22 года вот меры предосторожности также вот эти игры там резистансы киллзоны все тестировал все тоже выглядит хорошо мне нравится также можем оценить скорость загрузки с ssd кофе уже остыл очень долгий видос у нас получается ничего страшного все ребят загрузка пришла успешно просто взять и вломиться туда не играем мы за нашего дрейка блин очень очень плавно идет знаешь 30 fps но на тройке какой-то минимальный input лак то есть ты по ощущениям вот на четверхе на пятерке я когда играю большинство игр я нажимаю и у меня камера она идет с небольшой задержкой на тройке как будто бы эта задержка меньше хотя если тут 30 кадров а там 60 то там такого должно быть меньше но я не знаю то ли отсутствие вертикальной синхронизации то ли я не знаю в чем разница но мне кажется что на управление playstation 3 реагирует быстрее чем playstation 4 и во многих играх по стейшн 5 вот и хоть 30 фпс очень плавно оно как будто бы 60 выглядит настолько плавно Uncharted очень часто просит нас лазить Нейтаном по трубам трубы очень часто ломаются отваливаются ну вот о чем я говорил так успел прыгнуть так 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 знаете может кому-то все-таки я тоже раньше тупил за графику то есть ПК там все классно ПК это безусловно самое лучшее в плане графики платформа игровая вот если у вас хороший ПК но в плане вот именно крутых игр playstation 3 у меня это лидер то есть на playstation 3 выходило максимально большое количество крутых игр среди вообще всех платформ то есть опять перечислю да 3 части Uncharted 4 тоже 4 уже выходил на следующую ну ладно 3 части Uncharted 2 части Killzone 3 части Resistance 2 части Silent Hill я тут играл потому что на playstation 4 Silent Hill ни одного нету много чтей Resident Evil тут есть хоть это и мультиплатформа Last of Us который я называл Бог войны 2 части которые God of War Collection это 2 части которые переизданы были еще с playstation 2 1 и 2 я прошел первую часть это классно full hd 60 fps выглядит классно короче очень тяжелая игра первый God of War но я ее прошел недавно вот на playstation 3 прохожу сейчас еще вторую часть вот потом God of War 3 классная и God of War Ascension восхождение это мой любимый God of War вот даже и Grand Prisma 5 и Grand Prisma 6 просто ради вот этих игр уже стоит купить вот эту вот консоль плюс есть много других игр которые я тоже ставил которые также интересны так вот по графике кто-то может придраться что как бы 720p 30 fps сама картинка какая-то не такая не знаю графика меня устраивает даже на 4k на большой диаконали и геймплей вот я играю в Uncharted мне интересно я играю в Killzone мне интересно я в Grand Tourism и катаюсь мне интересно бог войны я просто не могу оторваться я просто я просто бегу убиваю убиваю там месиво месиво кровь сиськи загадки думаю блин сейчас чуть-чуть пройду выйду опять мне подбрасывают какого-то босса каких-то мобов я их уничтожаю прокачиваю комбо улучшаю вот это свое оружие иду дальше думаю еще 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 такой потом бац прошло блин уже 5 часов кстати давайте покажу вам как можно внутри игры смотреть на прошитый PlayStation температуры нужно зажать подержать вот вернуться в игру будет мерцать периодически вот этот оверлей и мы сейчас играем в Uncharted видим что CPU нагрет на 54 градуса а RSX то есть графический чип на 58 играем мы вот в целом на консоли 5 минут и вот мы ходим по крыше смотрим все плавно все красиво и можем параллельно наблюдать за нагревом консоли так опять все ломается но нейт он такой сейчас мы залезем внутрь ой черт ой ну убился там нужно было спускаться аккуратно но тем не менее мы видим что 59 градусов Цельсия температура RSX сейчас 58 и вот она максимум 62 бывает на прошитой консоли у меня лично с золоченным кулером вот смысла играть дальше большого не вижу потому что все уже либо проходили либо там видели вот эти игрушки давайте закроем вот давайте будем двигаться дальше по пункту приближаться к завершению видео вот есть ли смысл покупать PlayStation 3 в 2022 у меня вот такой пункт сейчас идет я скажу так смысл есть покупать даже наверное в 2025 потому что консоль она уже не актуальна в плане того что новые игры на нее не выходят да то есть есть вот игры которые вышли их достаточно много они крутые и больше новых игр не выходит то есть вы когда купите вот не будет на нее новых игр но если вы не проходили вот эти Uncharted Last of Us Killzone Resistance Grand Tourism и еще много других крутых эксклюзивов или же у вас все время был плохой ноутбук или плохой компьютер и в данный момент сборка компьютера очень дорого получается и вы почему-то не хотите покупать даже четвертую пластичную вы можете на вторичке найти Super Slim третий прошитую или сами можете прошить прошиваются абсолютно все модели вот эта прошивка HEN она ставится абсолютно на все и сможете качать все игры да графика кого-то может не устраивать но это 3000 гривен средняя цена на нее это где-то 8000 рублей возможно у вас она даже дешевле будет просто покупаете и у вас огромная библиотека бесплатных игр включая вот эти эксклюзивы которых на ПК такого уровня игр на ПК до сих пор нету вот то есть это идеал для ребенка там Mortal Kombat Minecraft тут есть все вот это идеал для того кто хочет после работы как бы отдохнуть во что-то поиграть но не желает тратиться на игры да потому что игры так и стоит 60-70 долларов или евро новые тут все как бы бесплатно на прошито и тут огромная библиотека и для тех кто не желает там тратиться на покупку пятой плойки или четвертой или сборку какого-то игрового компьютера что самое дорогое в данный момент среди игровых платформ поэтому я думаю актуально даже в 25 году вот только я бы рекомендовал покупать именно Super Slim не брать Fat не брать Slim нужно брать Super Slim потому что это последние модели в них техпроцесс самый маленький они самые холодные и я думаю из этого они будут жить дольше чем остальные модели вот дальше девятый пункт это предпоследний по моему видео он называется раньше было лучше смотрите да раньше было лучше потому что есть у меня игры с PlayStation 5 которые я очень много играл и мне в играх много чего не нравится простой пример это вот Assassin's Creed Valhalla как я вам рассказывал ты даешь достаточно много денег да там 70-60 евро за одну игру но на самом деле ты не получаешь эту игру ты получаешь кусочек игры какой-то базовый ты проходишь ты страдаешь да тебе нужно покупать ускорители прокачки тебе там нужно докупать вот эти дополнения чтобы на самом деле там история продолжилась это не нравится мне вот этот упор под онлайн когда когда игры выходят по графике мультяшные то есть такие как Fortnite есть там поклонники Fortnite играете играете вам нравится но мне такое не нравится раньше Killzone 2-3 Uncharted они старались в графику игры как Last of Us они были в графику то есть они выжимали все соки с Playstation 3 а на данный момент делают игры какие-то часто херовые в плане графики то есть они мультяшные какие-то вот такие типа вот мы там стилизировали у нас такая стилистика да нихера просто мультяшные игры делать намного проще чем игры как фотореализм вот у меня на канале есть видос по Playstation 5 это демка Unreal Engine Матриц вот там блин фотореализм вот это уровень графики а сейчас делают херовую какую-то картинку то есть несмотря на то что много мощности то есть 256 оперативы в Playstation 3 и 8 гигабайт в Playstation 4 то есть прыжок огромен да есть красивые игры как God of War есть игры как Ghost of Tsushima но это Sony это она делает временные эксклюзивы для себя крутые а большинство мультиплатформы часто это просто ну жопа какая-то по графике жопа по сюжету постоянно начинает вот туда добавлять вот этих женщин как вот этот не Battlefield а Genderfield ты бегаешь по полю там война там половина женщин бегает такого в реальности не было то есть женщины на войне были но их не было столько не бегали они наравне вот так вот с мужчинами то есть когда персонажей сейчас в новых играх ты пытаешься выбрать тебе дают много на выбор и они все либо мужеподобные женщины либо мужчины женоподобные и один какой-то типичный просто белый человек он один на выбор и все то есть это вот это цензура потом раньше God of War третья часть Ascension ты идешь ты рубишь месишь у тебя весь экран в крови у тебя все на куски там разлетается там бабы там сиськи там есть ачивка трахнуть эту какую-то Афродиту например прям ачивка целая есть там было все мясо кровь сиськи то есть все было расчлененка и ты идешь и прям шикарно сейчас цензура такого в играх нет сравните по расчлененке по по мясу по количеству мяса старой части Бога войны и последнюю часть Бога войны да там вообще цензура там ничего такого нету там там как будто бы кровь мультяшная там все не такое то есть раньше было лучше то есть раньше трава была зеленее и вот я вам говорю как обладатель пятой playstation что игры которые выходили на тройку мне нравятся больше чем те что есть сейчас то есть когда выйдет там новый Бог войны Гранд Туризма буду играть на пятерке пока что буду играть на тройке потому что те игры которые на тройке там цензура была не настолько жестока и там были сингловые игры вот эти мультиплеерные мне не интересны мне интересно как ласт оф ласт ты заходишь классная графика крутой сюжет хорошая озвучка цензуры минимум играешь и все все пока вот что касается последнего пункта десятого это playstation 3 на 4k tv вот это последний пункт рассказываю и видос мы заканчиваем 4k 50 дюймов уже наверное десятый раз показываю меню работает в 1080p выглядит отлично шрифты читаются все классно есть кстати настройка интересная я о ней раньше не знал может обладатели playstation 3 которые меня сейчас смотрят или которые будут обладателями тоже удивляться есть настройка игры и есть сглаживание то есть представьте можно именно в настройках консоли самой playstation 3 включить сглаживание по умолчанию когда вы консоль купили настроили пользуетесь сглаживание выключено и если вы подключаете на большую диагональ вы видите вот эти пиксели сильно они видны вы просто заходите включаете сглаживание по моим ощущениям в некоторых играх немножко падает fps из-за сглаживания но это мне так кажется четко я не замерял но со сглаживанием большинство игр выглядит значительно лучше чем без сглаживания вот в целом на 4к выглядят игры адекватно видели вы гранд призма видели там вот другие игры которые я запускал uncharted все все адекватно давайте опять запущу uncharted просто хотя бы менюшку то есть если сидеть 4к 50 дюймов 2-3 метра от телевизора можно играть если сидеть прям впритык даже на 5й пистэйшн я вижу недостатки вот то есть для нового телевизора playstation 3 терпимо даже хорошо если у вас телевизор там 40 дюймов 42 full hd и он не смарт тв то вам будет картинка намного приятнее глазу чем мне на 4к и плюс консоль заменит вам тв приставку где вы сможете в онлайне смотреть все фильмы youtube не нужно подключать никакой там тв стик или там с ноутбука раздавать вот интересно можно ли тут главу выбрать еще один раунд давайте запущу драку тут по-моему в баре драка еще посмотрим как она выглядит и видео закончим сейвы проходят быстро там есть кстати индикатор это уже рудимент в новых консолях есть индикатор загрузки индикатор использования жесткого диска в моем случае это ssd он сейчас горит непрерывно это так прикольно то есть ты видишь ты играешь в игру стоишь на месте никуда не двигаешься он не светится когда ты подходишь к какой-то комнате следующей или там дверь открывается он начинает активно мигать это значит что данные подгружаются с ssd в оперативу вот это прикольно так тут у нас боевочка вот идет графика неплохая мне нравится оверлей я не выключаю меня он сейчас не бесит я наоборот демонстрирую вам температуры в анчарте анчарте он нагружает там все нормально вот хорошо срежиссирована вот эта сцена давай давай поднимайся старик ну все ну все конец так есть по красоте он один уже отходит так получил ну в целом графон видите мне нравится гран туризма так вообще 1080 1080 пишет 10 пец ладно ребят видос буду заканчивать получился такой большой много пунктов мы затронули от ssd от стоимости от playstation 3 актуальности на 22 год вот подключение ее к большой диагонали от игр ради которых ее стоит купить вот тв приставки о прошивке все вот это мы обсудили я думаю для кого-то этот видос точно был полезным даже для тех у кого есть эта приставка и в данный момент она не прошита и они просто не поиграли во все игры не установили вот это приложение movient для просмотра фильмов не увеличили скорость кулера не поставили ssd то есть даже если она она у вас где-то есть пылится у вас там есть мощный компьютер все равно ее можно достать поиграться с ней улучшить вот и не знаю эта консоль для меня интересная вызывает много душевного тепла вам ребятушки спасибо за просмотр еще раз всех с наступающими праздниками с наступающим новым годом добра-бобра увидимся на следующих стримах все ребятушки всем пока спасибо за просмотр Продолжение следует...